Видите, у меня такой цветочек получился, очень похожий. Кстати, а кто-нибудь из вас знает историю Карпаччо? Есть в этом блюде что-то такое простое, деревенское. Приветствуем вас на канале Посуда Март. У нас все, что вы хотели узнать о посуде, новинках, технологиях, трендах и кулинарии. Сегодня мы приготовим с вами карпаччо свеклы с козьим сыром и орешками кешью. Очень простое, очень вкусное блюдо, уверенно всем зайдет, а главное быстро готовить. Ну что, начнем. Я заранее запекла свеклу, это делается очень и очень просто. Вы берете свеклу, заворачиваете ее в фольгу и отправляете в духовку, разогретую духовку до 180 градусов на минут 40. Зависит от размеров свеклы. Моя свекла достаточно крупная, и поэтому она у меня протомилась в духовке порядка 60 минут. Что я сделаю первым? А первым я приготовлю маринад. Две ложки оливкового масла. Раз. Два. Две ложки жидкого меда. Так, немножечко мы вот так вот, вот так вот помешаем. И дальше мы добавляем две столовые ложки бальзамического уксуса. Я люблю темный, не знаю почему. Ну вот люблю и все. Бывает же такое, знаете, кому-то блондины нравятся, кому-то брюнеты, кому-то трагедии, кому-то комедии, кому-то депетки. Вот не темный бальзамический уксус. Так, что дальше, 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 дальше. Не снижаем темп, скоро придут гости, а мы должны успеть приготовить. А дальше два зубчика чеснока, ну или три. Вот так вот мелко, 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 мелко. Конечно, можете взять чеснокодавилку. Ну что, у меня пыль. И я отправляю эту пыль в маринад. Вот так, помните, я вас уже учила, с тупой стороной ножа. Уксус, он такая штука, что она и мед растопит, и с оливковым маслом хорошо подружится. Вот у меня маринад готов. Я завидую тем людям, которые умеют резать карпаччо ножом. Но я работаю слайсером. Во-первых, я не доверяю своей нарезке. У меня может быть один кусочек тоньше, один толще. А здесь важно, чтобы толщина нашего слайса, потому что это карпаччо, была тонкая и одинаковая. Видите, здесь очень хорошо можно регулировать толщину нашего карпаччо. И смотрите, какой кайф. Одинаковые, ровненькие. Так, слайсер убираю. Что делаю дальше? А дальше отправляю свекло буквально на 20 минут в наш маринад. Кстати, а кто-нибудь из вас знает историю карпаччо? Вот я знаю. В 1950 году блюдо карпаччо изобрел известный владелец и повар легендарного бара Угари. Звали его Джузеппе Чиприани. Изобрел он это блюдо и назвал карпаччо в честь известного художника возрождения. Эпохи возрождения фамилия у него была такая же, как и название блюда карпаччо. Этот художник известен своим неповторимым стилем передачи, цветопередачи красного и белого. Потому что традиционное карпаччо готовят из, опять-таки, как и тартары с говядиной. Шевелю вот так вот нашу свеклу, чтобы она у меня вся промариновалась. В принципе, можно в холодильник, можно оставить при комнатной температуре, главное не в тепле. Я оставляю свеклу мариноваться на 30 минут, они пролетят очень быстро. Свекла промариновалась и мы можем начать собирать наше карпаччо. Я чуть-чуть помельчу орехи. Вообще любые орехи в блюде-то пикантные. Ну и калорийно, конечно. Все, кеши у меня достаточно. Что я делаю дальше? Дальше я сбрызну тарелку оливкового масла. Вот прям так вот сбрызну. Я начинаю выкладывать карпаччо. Слой за слоем, внахлест. Наша задача сделать красивое блюдо. У меня, кстати, часто такое бывает. Сначала ты, когда начинаешь готовить, ты не думаешь, как ты будешь выкладывать, как ты будешь подавать. А потом, само собой, хоп и вдохновение. Видите, у меня такой цветочек получился, очень похожий. Ну, не знаю, для меня пион это. Ну, пусть будет пион, хорошо? Я думаю, вы не против, чтобы это был пион. И сейчас мы добавим один из главных ингредиентов. Это козий сыр. Я взяла твердый. Вы, как вы помните, можете взять как твердый, так и мягкий. Я же буду делать опять слайсы при помощи чего? Я знаю два названия этой штуки. Овощечистка и экономка. В моем доме ее называют экономка. Потому что очень экономично чистит, очищает. То есть все, что лишнее нужно убрать, она делает очень хорошо. Что еще в ней интересного? Видите, есть такие штучки. И мне очень удобно вырезать глазки из картошки. У меня овощечистка экономка Гефу. Достаточно она легла эргономично в мою руку, поэтому я на ней остановилась. И вот такими ровными завитушками нарезаем. Я специально часть поломала, то есть делала очень быстро. Потому что мне нравится, когда есть в этом блюде что-то такое простое, деревенское, понятное. И мы начинаем выкладывать наш сыр. Вот так вот, как я вам говорила, я его часть помну. Сверху я посыплю кешью. Украшу я все это руколы. Видите, какое у нас получается цветовое еще интересное решение. Это белый сыр, это желтый орех, ну, конечно, красная свекла. И чтобы на нашей зелени были как будто бы капельки росы, все-таки это такое свежее блюдо, я сбрызну оливковым маслом. Наша карпаччо из свеклы с козьим сыром и орехом кешью готова. Мне хочется вам пожелать приятного аппетита, ну, не только вам, но и себе. Ну что, давайте попробуем. Получилось очень вкусно, очень нежно. Все друг друга оттеняет. В общем, готовьте, не пожалеете. А на сегодня это все новости из мира посуды. Готовьте с удовольствием. Не забывайте подписываться, ставить лайки и пишите мне ваши комментарии. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине Посуда Март. Или прийти, подержать в руках и лично убедиться в качестве в нашем магазине Посуда Март. Рецепт и адрес магазина в описании к ролику. До новых встреч! Кулинарных вам побед! Субтитры подогнал «Симон»!